Несмотря на всю человеческую симпатию по отношению к Трампу, мне кажется, не стоит нам иллюзии сейчас питать, что вот Трамп выиграет, он раз и все повернет. Классовый интерес сильнее, и Трамп не повернет этого, к сожалению. То есть получается, что этот человек, хоть он и российский нацист, член клуба Владимира Путина 70+, он все-таки не глупый. Он говорит о том, что не классовый интерес, а национальный интерес. И, соответственно, какого-либо разворота Соединенных Штатов быть не может. Что бы там ни говорил Вэнс о том, что нужно сосредоточиться на Китае, и Трамп об этом говорил, дело в том, что мир этот, он вроде бы как большой, но с другой стороны, это все сообщающиеся сосуды. Вот из последнего, что мы видим? Значит, россияне проводят учения военно-морские с Китаем. О чем это нам говорит? О том, что вот эта вот спайка, она существует, и ось зла сформулирована. И если уже фокусироваться на Китае, то ты не можешь фокусироваться только на одной части этой оси зла. Вот Александр Григорович Лукашенко это давно понял. Так что, все вот эти вот, повернет Трамп или не повернет. Дискуссий, еще раз, будет много. Но самые невыдержанные и самые отвратительные российские пропагандисты, они к чему все сразу подводят? К бомбе, правильно, к угрозам. Только это. А это может быть... Страх. Товарищ Макиавелли говорил, человек по своей природе порочен, добрые поступки его заставляют совершать исключительно страх наказания. Конечно, абсолютно. Вот когда будут ощущать страх? Конечно, конечно, абсолютно. И, конечно, эта коалиция, надо сказать, мощна, безусловно. Я надеюсь, найдутся умные люди, которые манитеруют российское информационное пространство. И это выражение российского государственного телевидения, а это позиция президента Российской Федерации, оно будет переведено на английский язык и будет в папочке положено Трампу на стол, где так и будет сказано, что Путин хочет наказать Трампа. Вот так вот. Кто кого накажет, ну, мне кажется, очевидным, но, мне кажется, есть несколько важных моментов, которые нужно обсудить. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем мы здесь вещи своими именами. Значит, съезд республиканской партии официально выдвинул Дональда Трампа кандидатом в президенты. И он сразу же выбрал сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Никогда не был в Огайо. Хочется там побывать. И возникла масса кривотолков. Вот что написал Дональд Трамп в своей социальной сети? Трус. То есть правда. В качестве вице-президента Джеймс Дэвида будет продолжать бороться за нашу конституцию, поддерживать наши войска и делать все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку великой снова. Ну, вот давайте-ка только по этой фразе зададимся вопросом. Америка может быть великой, если Трамп подымет лапки, ну, в его случае ручища, вверх, ну, в смысле к раненому уху? Нет. Это исключено. А про спайку Китая и России я уже говорил. Так вот, кто этот Вэнс из Огайо? Ему 39 лет, консерватор в некотором роде, трое детей у него. И он мне нравится в том плане, что человек в случае чего всегда меняет свою позицию. Вот многие его знают как человека, который просто не то, что жестко критиковал Дональда Трампа, своего нынешнего начальника, но просто проводил такие эпитеты, которые в обозримом будущем будет использовать Владимир Соловьев в отношении Владимира Путина. Значит, Вэнс называл Трампа *** и мерзавцем. Это цитата. Цинично *** американским Гитлером. Вы представляете? А потом он взял и передумал. Потом он, да, нарезка сменил риторику и заслужил репутацию трамписта большего, чем Трамп. Это я все к чему? Что политика, она такая субстанция. Некоторые считают, что дело это грязное. Ну, это не важно в данном случае. Те, кто занимаются, они прекрасно понимают, что позиция может меняться. Так вот, если у Вэнса Трамп был ***, теперь он является безусловным авторитетом, то его позиция и по Украине может очень и очень быстро поменяться. Ну и самое главное, что вообще-то происходит в американском раскладе? Вэнс будет, ну, если не тенью, то четким исполнителем воли Дональда Трампа. Борис Джонсон нам уже сказал, что Трамп все прекрасно понимает. Кто на самом деле главный *** на этой планете? Так, тут, конечно, все, кто анализировал ту ситуацию, заметили, что Вэнс некоторое время назад порадовал российских наблюдателей тем, что ему очень понравилось интервью Путина Такеру Карсону. Он и назвал его потрясающим. И да, его позиция о том, что не надо помогать Украине, она неоднократно звучала. Так вот, с другой стороны, ну, мы же должны так внимательно посмотреть и разобраться. Вэнс, он же имеет тесную связь с Ельским университетом. И это в некотором роде один из главных американских центров управления прокси-войной с Россией. Так что Джей Ди Вэнс – это вот эта вот прямая связь Дональда Трампа, который человек из бизнеса с американским глубинным государством. А как мы уже выяснили выше, значит, интересы государств, они не меняются от смены фамилий. Могут меняться подходы к достижению поставленных целей, но сама цель едва ли может претерпеть какого-то, ну, гигантского видоизменения. Значит, что еще? Российская власть, да, как я сказал, не сильно-то и комментирует выбор Трампа. Они, как это, упали на измену и притворяются мертвыми. И тут в рамках этого процесса нас тут нет, но в смысле россияне сейчас себя так ведут, и Путин в частности. Они же не комментировали особо и покушения на Трампа, и тут надо, конечно же, сказать, что Дональду повезло просто несказанно. И Кремль почему боится делать какие-либо заявления? Потому что они не знают, как поведет себя Дональд Трамп. Мы не знаем, мы переживаем, нервничаем, иногда даже боимся. И они. Более того, я вам хочу сказать, что вот некоторые представители украинской политической элиты, не будем вдаваться в подробности, вот на фоне вот такой политики Белого дома при Джозефе Байдене, иногда говорят, что, блин, самолеты выделяются уже много-много времени, постоянные ограничения, не уничтожайте россиян там, там и сям. И я неоднократно слышал вывод, блин, так может быть действительно, если республиканцы возьмут вверх в Соединенных Штатах, то нам будет легче. Будет ли легче, это вопрос. Но то, что эта ситуация точно не безнадежная и с большой вероятностью оптимистичная, я делаю, по крайней мере, пока именно такой вывод. Почему Трамп выбрал Венса? Потому что у него же там были проблемы с Майком Пенсом, это вице-президент в первую его каденцию. И когда там были все терки с захватом Капитоля, то Пенс вообще-то не поддержал Дональда Трампа. И ему теперь нужен такой вице-президент, стопроцентно послушный. И в данном случае никаких, как мне кажется, противоречий нет. Тут он достигает того, что хочет. И, опять же, для Венса номинация вице-президента – это шанс всей жизни. Далеко не каждый американский политик может к 39 годам похвастаться такими политическими результатами. И да, он будет бойцом Трампа. И будет тенью главы, или потенциального главы американского государства. Вообще, если проанализировать, то последним, из кого мы хорошо помним, влиятельным вице-президентом – это был Джозеф Байден. Он был помоложе тогда, 2009-2017 год. И это факт. А после этого вице-президенты как-то не сильно светились на политической арене. При том, что у них полномочия ого-го. Вот про Камалу Харрис кто-то что-то может сказать. Вот она проработала 4 года при Джозефе Трампе вице-президентом. Ну и по факту, да, это второй человек в государстве. Но все же понимают, что центр принятия решений – это все же сейчас Джозеф Байден. Ну а в случае рокировочки, соответственно, будет и Дональд Трамп. Значит, все предыдущие заявления Вэнса можно объективно просто игнорировать. Он не разменял свои позиции и будет находиться в том русле, куда будет указывать Белый дом. А Белый дом – это кто? В этой конструкции, которая может вырисоваться, тут все просто и очевидно. Это все-таки Дональд Трамп. Так что, сколько бы там и не радовались или не притворялись мертвыми на болотах, этот выбор на вице-президента, ну сказать, что это позитивная новость для Рашки, да едва ли. Значит, Трамп будет делать то, что захочет. Ну такой у него стиль управления, может быть, отчасти из бизнеса, но факт остается фактом. Вице-президент будет исполнителем, а едва ли Дональд Трамп захочет принять российские хотелки. Между прочим, на дебатах я вам напомню двух американских дедушек, они у нас очень немолодые, у Трампа же прямо спросили, вы поддерживаете, вы согласитесь на ультиматум Путина по Украине? Ответ был нет. И после избрания развернуть все в противоположную сторону, ну теоретически это возможно, но возникает вопрос, а зачем? Поэтому подчеркну этот тезис. Важно не то, что Венс говорил об Украине вчера, а важно то, что он скажет завтра. А скажет он то, что нужно американскому глубинному государству, а не кремлевским старцам. Собственно говоря, об этом Шах Назаров достаточно четко объявил, но и Дженсенюк, Борис Джонсон дал тоже достаточно оптимистические прогнозы в этой части. Я бы добавил еще один момент. Вот то, что Путин молчит по поводу избирательных процессов в Штатах, да, он высказался, что Байден им предпочтительный, потому что его политика достаточно прогнозируемая, и это тоже факт. У него политика называется варить рашку в украинской крови, но медленно, чтобы случайно он не взбрыкнул. А что будет при Трампе, да, большой вопрос и для нас, и для них, если честно, и для американцев тоже. Но что это значит, если они так четко фиксируют, что от позиций Штатов зависит практически все? Это значит только одно, что Путин потерял контроль над процессами в мире. Пусть они там расчесывают свой ШО, свой БРИКС, а ситуация не меняется. Ну и тут есть еще такой вот сугубо гендерный вопрос, да, сколько российская пропаганда там скакала по поводу того, что вот геронтократия, американские лидеры очень старенькие, на своих посмотрите, хочется сказать. Но в большую политику они активно затягивают молодежь, да, Вэнс 39 лет, это прекрасный в данном случае пример. В отличие от кремлевцев, которые, как это, схватились за эту двуглавую птицу и греют свой престарелый *** на царском или недоцарском кресле. Вот что происходит, если смотрим мы так глобально. То есть в Штатах первичный – это интерес государства, а в России первичным является прогрессирующая болезнь Владимира Путина. Какая болезнь? Мудизм. Бундизм и маньячество. Так что те, кто ждут, что Трамп и Вэнс будут давить на Украину, они могут надавить и на Россию, а может быть и только на Россию. И пока все складывается так, что эта парочка при любом раскладе, она будет точно решительней, чем Джозеф Байден, как некоторые называют его «сонный Джо». Но мы так его называть не будем. Значит, Путин затаился, надеется на Трампа, а Трамп сожрет его на завтрак. Ни соля и ни преча. Было бы неплохо. В данном случае, опять же, как развивается избирательная кампания, все эти надежды Путина и его пропаганда о том, что грядет гражданская война в Штатах, все это в пользу бедных. Этого не будет. И это плохой звоночек для Владимира Путина. То есть, он не в том плане плохой, что не будет гражданской войны, это и так понятно, что они на это рассчитывали. То есть, это говорит об их неадекватности, восприятии ситуации в мире, ну и в Украине в частности. Это что надо? Я до сих пор иногда диву даюсь. Они рассчитывали, что российскую армию в Украине будут встречать с цветами. И они ехали в военной форме на парад в Киев. Ну, как это можно характеризовать? Ну, самое мягкое слово из культурных – это глупость. То мое резюме такое. Путин сильно хотел попасть в учебники истории, и в некотором роде он туда или попал, или вляпался. Но этот акт не дописан. И судя по всему, именно Трамп будет определять место Путина в учебниках истории. Ну, мой прогноз такой, что в российских учебниках его напишут как, а, неадекватный, сумасшедший, который провтыкал все. Но ослабление рашки налицо. Тот, кто не верит, это, конечно, тема отдельного видео, но санитарная зона же в Белгородской области начала создаваться. Эвакуация, всякое такое. Пошли вот эти вот сигналы, что крымцы – Украина, в Севастополе вырубают электричество. Все почему? Ну, потому что Россия не ***, то есть, простите, криворукие оккупационные власти. Это первый аспект, это второй. Вот у нас вся страна должна переживать общие сложности вместе. И Севастополь – это Украина, Крым – это Украина, и вот там тоже проблемы с электричеством. Так что война, если и будет окончена, как заявляет Дональд Трамп за 24 часа, то это точно будут не российские условия. И в конечном итоге все сведется к передаче Украине все новых и новых порций оружия. Тут важна номенклатура, нам надо не только снаряды 155 мм, а дальнобойные ракеты и бомбы. Это понятно. А почему я вот абсолютно убежден, что все это будет? Да потому что, ну, к угрозам в Штатах относятся серьезно. То есть, они бурно не реагируют, они никогда не размахивают вот эту ядерную ***, не напоминают, что она у них есть. Они просто планово переоборудуют Б-52 под носителем ядерных боеприпасов, как это было в годы Холодной войны. И все. И этот процесс, он будет продолжаться, этому есть простое объяснение. Ну вот, да, на пенсии, но раз он это, я говорю о генерале Бужанском, это проговаривает вслух, здесь и сейчас, то его не репрессируют после этих слов. Значит, так думает маньяк. Мне очень нравится разместить ряд установок, вот ЧОП, Львов, Иванов-Франковский. По-моему, очень правильные места для размещения наших установок. Если мы будем размещать, конечно, Калининградская область, территория Белоруссии, я думаю, наши союзники не откажутся помочь. Надо вспомнить прекрасную историю русского города Варшавы, надо вот размещать там. Русского города Хельсинки, да. Хельсинки, да, наш. А что, государственность откуда они получили? Хельсинбак. Да, опять защитим их от шведов. Надо, надо. А что делать, что делать? Сами напросились. История вещь такая. Грозите, грозите. В это время страны НАТО массово перевооружаются. Почему-то, потому что они осознали, что на Рашике они сумасшедшие. И, ну, даже слово сумасшедшие, оно не самое лучшее. Называется просто нацизм. А нацизм, он излечим. Каким образом? Ну, путем нанесения военного поражения этому государству. Так что кремлевские старцы пусть свои губы не раскатывают. Получат они первый слог от украинского города Херсон и не более того. Вот мой прогноз, ощущения именно такие. Давайте говорить откровенно, что ситуация вообще в корне изменилась после февраля 2022 года. Ситуация пошла безвозвратно. Донецкий социолог Евгений Копатько, который до 2014 года обслуживал интересы Януковича и партии регионов, а после 2014-го переехал в Россию и поддержал агрессию против Украины, дал интервью российским пропагандистам, в котором признал, что Украина для России потеряна навсегда. Копатько заявил, что деление на пророссийские и антироссийские регионы в Украине уже не актуально, поскольку варварская российская агрессия объединила украинцев и теперь Россию в Украине ненавидят одинаково везде. Как-то поделить по регионам. Кто, можно сказать, за, кто против России? Каковы настроения? Ну, сейчас, если взять вот так вот ту повестку, которая есть, та часть общества, которая вовлечена в нее, ну, это, конечно, это только антироссийская, безусловно. Хоть на востоке, хоть на западе Украины, хоть в центре. Классно провели деноцификацию. До того, как стали ее проводить, Россию в Украине не любили на западе, но любили на востоке. А после двух с половиной лет деноцификации не любят вообще нигде. Вот это Путин всех переиграл. Давайте говорить откровенно, что население Украины, то есть, как бы, вернее, Украина, как антирусский проект, она сформирована. И не сегодня, не вчера, я какое-то время назад, несколько лет назад был в вашей студии, говорил, что не надо строить иллюзий. Если со страной, с территорией не работать, то ничего не будет. Да чего ж, вы как раз со страной неплохо поработали. До того, как начали работать, половина украинцев считала россиян дружественным народом, а Россию дружественной страной, а как поработали, теперь Россию ненавидят в Украине одинаково везде. И на западе, и на востоке, и на юге, и в центре. А сейчас ситуация вообще в корне изменилась после, ну, после февраля 22-го года. Поэтому давайте говорить так, что, безусловно, вы говорите там родственники, кто смотрит, кто слушает, ведь многие связи оборвались. Классно поработали с Украиной, да? Путин провел такую деноцификацию, что многочисленные родственные связи между россиянами и украинцами, которые на самом деле связывали два народа прочнее любой экономики, фактически оборвались. Это был, по сути, самый главный козырь России, который, если бы она использовала с умом, точно дал бы большие плоды. И, ну, точно принес бы больше результатов, чем ракетные удары по детским больницам. Но российские патриоты решили устроить маленькую победоносную войну. И в итоге разрушили вообще все. Еще за долгодов, там, второго Майдана или перед вторым Майданом, когда я могу сказать, это вот была точка водораздела, это, вернее, был водораздел, после которого ситуация пошла безвозвратно. Вот, как говорится, на разрыв, и общество тоже пошло на разрыв в связях с Россией, отношения к России. На самом деле водоразделом стал не Майдан, а действия России после Майдана, когда Россия напала на Украину и захватила Крым, Луганский, Донецк. Если бы этого не произошло, то никакого разрыва отношений с Россией тогда не было бы, как его не было после первого Майдана. Потому что, когда первый Майдан победил, Россия повела себя гораздо мудрее и не стала вмешиваться во внутренние дела Украины. И тогда, как мы помним, Россия сохранила свое влияние в Украине, своих пророссийских политиков и своих лоббистов. Повторял и буду повторять, пока мы не разберем причины, почему это произошло. Вот это вся глобальная такая трагедия славянская, как бы я обозначил это. То очень сложно нам будет искать пути выхода из этого кризиса. Произошло это из-за таризны российского руководства и фашистских идей, которыми одержимо российское общество. Если бы Россия действовала не с помощью агрессии, не с помощью насилия, а с помощью мягкой силы, то есть смарт-пауэр, Россия смогла бы сохранить в Украине свое влияние, своих пророссийских политиков, свой пророссийский электорат. Но благодаря тому, что Россия управляет абсолютно невменяемые мракобесы, которые решили побомбить Украину, которым было весело стрелять ракетами по украинским городам, теперь исправить уже больше ничего нельзя. Эти люди запятнали себя и запятнали Россию отвратительными военными преступлениями, которые в Украине уже никто никогда не простит. И теперь Украина действительно после всего, что случилось, потеряна для России уже без возврата. И никогда никаким там врагам России, да, если представить, что там какие-то вот англосаксы или американцы хотели рассорить два народа и настроить украинцев против россиян, им никогда бы не удалось сделать то, что удалось Путину, который проложил действительно непреодолимую пропасть между народами, разорвал родственные связи, которые казалось самые прочные, которых не разорвать никому, ни националистам, ни каким-то заокеанским там недругам России. Да, Путин сделал все, Путин уничтожил все. А российские патриоты, вместо того, чтобы требовать его привлечения к ответственности за все это, они ему аплодируют и считают, что Путин классный, успешный, гениальный геополитик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...